ЗЕРО НАЙТС Эксплуатация ошибок в коде популярных программ и использование технологических уязвимостей оборудования. Эти же методики повсеместно используются для укрепления информационной безопасности банков, например, при пентестах, цель которых – выявить слабые места в информационных системах. На ЗЕРО НАЙТС известные российские и иностранные специалисты рассказывали о технических деталях и предлагали собственные рецепты эксплуатации уязвимостей в различных системах – от мобильных устройств до комплексов, управляющих гигантскими предприятиями. Большой интерес у участников вызвала конкретика – действующий терминал платежной системы, взлом которого поощрялся солидными денежными призами. Также и стенды с платами и микросхемами, которые позволяют внедряться в мобильные устройства и даже парковочные автоматы. Неожиданностью стало появление на конференции секции, посвященной решениям для защиты информационных систем. О новом направлении рассказывает глава компании Digital Security, организатора ЗЕРО НАЙТС Илья Медведовский. В феврале 2015 года он проведет специальное заседание в рамках 7-го Уральского форума, где вопросы практической информационной безопасности, применительно к банковским системам, обсудят опытные специалисты и руководители профильных подразделений банков. ЗЕРО НАЙТС – это атака. Как атаковать? Всегда ЗЕРО НАЙТС была посвящена самым современным методам атак. И вот первый раз мы решили посмотреть именно методы защиты. То есть, с одной стороны, они более интересны, конечно, ЦИСА и безопасникам-практикам, с другой стороны, они, наверное, интересны также и 90% аудитории ЗЕРО НАЙТС, которые, безусловно, хакеры, которые привыкли ломать, но им интересно посмотреть, как бы, что с другой стороны, что о них думают с другой стороны инженеры. Здесь аудитории – это технарии, хакеры прежде всего, которых интересуют именно методы взлома. Уральский форум, там приходят безопасники, там приходят СИСА, то есть, это уровень управленцев, люди, которые занимаются управлением информационной безопасности. Им не нужны столь глубокие знания, как здесь, но они должны в целом понимать, как действуют атакующие, что их ждет, какие существуют современные угрозы и от чего, собственно, они будут защищать свои банки. Инцидентов достаточно много. Причем сегодня спектр инцидентов переходит от ДБУ уже внутрь ВБС. Именно поэтому, собственно, Центральный банк в свое время начал работу по созданию жизненного цифра, стандарта жизненного цифра и платежных приложений, которые постранятся не только на ДБУ, а и на АБС. Это крайне важно. Поэтому я считаю, что на Уральском форуме вопросы именно практической безопасности, ну, применительно к аудитории Уральского форума – это крайне важные вопросы. Эти вопросы прекрасно понимают важность вопросов Центрального банка Российской Федерации, собственно, поэтому эти вопросы инициируются на Уральском форуме. И на этом Уральском форуме принципиальное отличие, что если раньше это было только пятница, день практической безопасности, то я надеюсь, что и четверг, как минимум половина четверга, то, что буду модерировать я, это будет тоже днем практической безопасности в чистом виде. Потому что стандарт жизненного цикла – это не просто политики, это не просто документ верхнеуровневый, это документ низкоуровневый. Это документ, который говорит, как, что нужно делать банку, чтобы у него действительно с точки зрения практики была правильная безопасность и его приложения были безопасны. И там мы будем рассматривать исключительно практические вопросы, которые накопились в массах. Уральский форум – центральное событие отрасли информационной безопасности кредитно-финансовых организаций. Мероприятие состоится в феврале 2015 года и соберет ведущих российских специалистов по информационной безопасности банков и платежных систем. Спешите принять участие в самом профессиональном и представительном мероприятии отрасли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова